Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Политвестник». Сегодня в рамках нашей аналитической программы в гостях у нас в студии профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Алексеевич Томсинов. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Сразу же начну с вопросов. Спрашиваю вас как эксперта-историка. В России уже сложилась предреволюционная ситуация или пока еще нет? Какие исторические аналогии у вас рождаются в связи с той точкой исторической, в которой мы сейчас находимся? Во-первых, я не совсем историк, я еще и юрист. Я читаю курс «История государства и права зарубежных стран», годовой курс, и изучаю как раз юридические конструкции власти, как они создаются, как они развиваются, как они разрушаются. И, конечно, революция, поведение государства и элит политических, народа – это тема моих специальных исследований. И у меня есть книги, и, конечно же, книги по английской революции. Я пишу большую книгу «Катастрофь» 1917 года, отречения. И, конечно же, я даже как-то самопроизвольно сопоставляю тот революционный опыт, который мне известен, с тем, что сейчас происходит. И я вижу очень много сходного. Например? Ну вот возьмите, под какими лозунгами шла французская революция? Свобода, равенство, братство. Безопасность, сопротивление унитению, то есть это равенство перед законом, свобода, безопасность, собственность, сопротивление унитению. Какие задачи сейчас стоят перед нашим обществом, и чего, собственно, требуют те, кто выходит на площади, на митинги? Законности? Они требуют равенства всех перед законом. И я здесь хочу напомнить, что сейчас говорят больше о том, что события, вот эти предреволюционные, начались в декабре 2011 года. Я бы отнес их раньше. 11 декабря 2010 года на Монежной площади был митинг пятитысячный молодых людей. И главный лозунг-то был равенство, равный закон для всех. А всем рассказали по телевизору, что это был митинг националистов, фашистов и так далее. Да, потому что, конечно, этот митинг облепили разные провокаторы, которые стояли со скинутыми руками. Их потом опознали. Это были из движения «Наш провокатор». Причем с МГУ даже были студенты социологического оккультета, движения «Наш». Это все в интернете было. И вы их знаете? Я их видел в фотографии. Я их не знаю, этих студентов, но я видел в фотографии. Вы знаете, что они там учатся? Никаких возражений. Так писали сами их однокурсники об этом. И вот это очень важно. Это неправильно отнеслась и интеллигенция наша к этому. Так называемая интеллигенция, которая вдруг почему-то увидела здесь фашизм. Вообще не к месту всегда употребляется у нас это слово «фашизм». А вот, кстати, недавно я разговаривал с Андреем Андреевичем Пианковским. И он, я знаю, что вы знакомы, и он мне сказал такую интересную вещь, что, оказывается, по его мнению, угроза фашизма в России, национализма, как фашизма, нацизма, так скажем, сильно преувеличена. Преувеличен, конечно. Я с этим согласен. Я изучаю фашизм. У меня лекции есть. Механизм фашистской диктатуры, принцип организации власти в фашистском государстве. Фашизм – это очень серьезное явление. Это явление, которое надо поставить вровень с таким явлением, как феодализм, капитализм, явление, которое имеет глубокие корни европейской культуры, явление, которое, в общем-то, не является пороком одной страны, это порок, в общем-то, всей Европы, это, в сущности, способ борьбы за передел мира, фашизм. Поэтому говорить, отождествлять фашизм и, допустим, движение людей, которые выкрикивают какие-то национализические лозунги, просто смешно. Но важно вот что. Потом, это первый был момент, на который не обратили внимания. Вот 11 декабря 10-го. Эти ребята потом на следующий день, как реакция вот на эти совершенно, в общем-то, на это вранье, которое окутало сразу же их мероприятие, вот в качестве реакции, они пришли к Останкино. И что там они, какой лозунг выдвинули? Патриотизм, не фашизм. Мне эти ребята очень понравились, молодые ребята, я хотел бы им читать лекции, потому что они не имели, они не студенты юридических факультетов, но они уловили главную потребность нашего времени, равенство всех перед законом. И посмотрите, французская революция, борьба против феодализма, в сущности, у нас ведь строй феодальный, потому что сословный, феодальный. Группировка присвоила, монополизировала, приватизировала государство, влазные полномочия. И очевидно, что в данном случае разворачивающаяся сейчас в обществе борьба, это борьба против этой монополизации. Но главное, под какими лозунгами она проходит. Вы обратите внимание, лозунги-то в основном даже не совсем политические, лозунги моральные. За честный выбор, за честную власть. Кстати, вот о власти. Вопрос легальности и легитимности нынешней российской власти, он многих будоражит. Где начинается легитимность? И где она заканчивается? Легитимность, очевидно, имеет два уровня. Это, прежде всего, соблюдение закона. И, во-вторых, это признание законной власти со стороны общества. Признание законности власти со стороны общества. Нам говорят, что и признает общество. Со стороны общества. Ну, не совсем так. Здесь очень... Вот сложность нашей современной ситуации заключается в том, что здесь невозможно мыслить категориями общества и государства. То есть нельзя говорить, что общество противостоит государству. В значительной мере вот то движение, которое началось, движение за честную власть, за равенство всех перед законом, за движение в защиту основополагающих общественных устоев, и в том числе и государственных устоев. Ведь это движение, на самом деле, оно направлено не только против государства, оно против власти. Оно, во-первых, движение государственное. Потому что участники этого движения, носители государственного сознания, они отстаивают государственные ценности. Но самое главное, что их противники не только во властных структурах, их противники и в обществе. Дело в том, что у нас ситуация достаточно сложная возникла, когда правящая группировка, захватив власть, пользуется поддержкой довольно значительного количества населения. А почему ее поддерживают? Ну, понимаете, выгодным бывает не только быть честным, выгодным бывает и быть бесчестным, быть подлым. Это тоже выгоду приносит. На подлости тоже зарабатывает, и на подлости зарабатывают часто большее деньги. Говорят, что за Владимира Владимировича проголосовало 68 процентов. Мы не знаем, сколько проголосовало за него. Конечно, много проголосовало. И в данном случае это заслуга не только Владимира Владимировича, но и беда тех, кто выступает за честную власть. Беда этого движения. Не выдвинули альтернативы, не выдвинули лидеров своих. Это во многом, я думаю, беда и системная оппозиция. Вы посмотрите, у нас ведь фактически партий нет. Политических партий нет. А у нас есть просто-напросто группы поддержки тех или иных вождей. Клубы по бизнес-интересу. Допустим, Зюганова, Миронова, клубы какие-то. Потому что что такое политическая партия? Почему называется политическая? Это объединение людей, которые ведут борьбу за власть. Если партия действительно ведет борьбу за власть, она старается выдвинуть на выборы человека, который имеет шансы победить. И потом любая партия должна иметь какую-то внятную идеологическую платформу. Далее партия строится, конечно, на демократическом централизме. То есть, любая партия обязательно предполагает выборы лидера. Предполагает принятие решений путем голосования, широкое обсуждение в рамках партии. Посмотрите, что только нормальная западноевропейская, американская политическая партия. Это, в сущности, арена, где идет конкуренция различных команд, которые претендуют на то, чтобы взять управление страной. Почему у нас таких партий не возникло? Ну как же. Вот Владимир Вольфович, например, он практически в каждых выборах участвует. Ну, это коммерческое предприятие, ЛДПР – это коммерческое предприятие, во всяком случае, по моему мнению. И посмотрите, это что же за выбор, если не было фактически никакой конкуренции. Но меня больше всего даже поразило не это. Ведь, в сущности, Путин побеждал. Пусть и не в первом туре, но во втором туре. Зачем нужны были эти фальсификации, о которых вы говорите? Зачем они были нужны? То есть, меня вот это больше всего занимает. Может, это чисто психологическая правда? Это тайны этого режима. Потому что, я думаю, здесь ситуация несколько другая. Они стремились ведь не просто к победе, а к победе путем применения вот этих фальсификаций. То есть, режим прекрасно, вот люди, правящие группировкой, прекрасно понимают, что они держатся на подлости только людской. И поэтому они сознательно заливают страну своей подлостью. Сознательно тем самым разрушают, в общем-то, закон, принципы законности, разрушают устои государства для того, чтобы иметь в себе больше сторонников. Потому что в этой обстановке, когда нарушение закона допускают властные органы, когда это нарушение становится массовым, то эти нарушения одновременно приобретают такое впечатление нормального действия. Считается, что впечатление нормы. То есть, они уже не осознаются населением как преступление. Вот, видимо, расчет еще на этом. Далее, фальсификации. Ведь я долго на этом размышляю. Почему сознательно, нагло, причем открыто делались эти фальсификации. А фальсификация, на самом деле, процедура вербовки сторонников для власти. Вы понимаете, что ничего выдвинуть, никаких лозунгов, привлекающих честных людей, совестливых, они не могут. Вот, политика совершенно бесперспективна. Они обречены, это, ну, даже не сто, а двести процентов. Потому что невозможно государству паразитирующему на продаже ресурсов долго существовать. В свое время Наполеон, когда пришел к власти и навел порядок, ведь он стремился воссоздать и развить промышленность. Он прекрасно понимал, что промышленность – это основа государства. И только промышленное производство, развитое, делает общество более культурным. И вот мы сейчас, в общем-то, будем праздновать 200 лет победы в Отечественной войне 1812 года над Наполеоном. Я написал несколько работ, посвященных событию. Я просто поражен его просто маникальной настойчивостью развивать промышленность во Франции, несмотря ни на что. Он готов был любыми способами подавлять промышленность Англии, чтобы развить свою промышленность. А у нас что происходит? А у нас все буквально внимание ориентировано на грабеж ресурсов, на подавление фактически промышленности. И нормальные люди понимают, что перспектив нет. И они тоже это понимают. Прекрасно. Поэтому очевидно, что могут они властвовать, опираясь только на бесчестных людей. Почему же? Например, на тех же самых приезжих из Средней Азии. Или приезжих, да. Ну и здесь, понимаете, самое, может быть, главное, это необходимо отметить, вот это движение, которое у нас почему-то неправильно называют оппозицией. Это протестное движение, но не оппозиция. Потому что оппозиция все-таки в классическом понимании – это сложившаяся система, объединяющая людей, которые борются за власть. И так далее. А у нас ведь борьба, на самом деле, не за власть сейчас. А у нас фактически борьба за создание, за возрождение государства российского. А в этом смысле настоящей оппозицией, причем маргинальной оппозицией, являются люди, которые как раз сейчас занимают властные должности. И поэтому это движение, которое направлено на восстановление основополагающих принципов функционирования государства, общества, законности, независимого суда, свободы и так далее, оно на самом деле, даже если оно не осознает, оно в глубине своей движения глубоко патриотическое. Потому что это движение направлено на создание нормальных условий жизни у себя в стране. А вот секрет живучести у власти, такого долгого пребывания у власти правящей группировки, заключается во многом еще и в поддержке, которую ей оказывают западные круги. Вот, кстати, об этом вопрос. Руководство России очень часто своих противников называет проплаченными западом агентами и так далее. Но поскольку запад поддерживает правящую группировку, которая без сомнения наносит дикий ущерб нашей стране и государству, в первую очередь, и стране, и каждому гражданину, получается, что они завербованы западом или они сообщники, запад их сообщники? Я думаю, здесь скорее совпадение интересов, но вот давайте поставим себе на место лидеров Англии, США, Франции, Германии, допустим, и посмотрим с точки зрения их интересов на политику нашей правящей группировки. Мы должны аплодировать им. То есть, по идее, делают две задачи, которые в интересах Запада. Выкачивают ресурсы из страны, по обросовым ценам переправляют лес голый, необработанный, нефть, газ, металлы, все что угодно. Уран, он вообще по обросовой цене отдали Соединенным Штатам. И вторая задача, они фактически уничтожают Россию, уничтожают российское государство, российское общество, русскую культуру, и фактически поэтому освобождают огромную богатую территорию для будущего освоения западными компаниями. И не случайно поэтому на Западе у них есть пристанище. И вот этим во многом объясняется наглость их поведения. Вот мы сейчас столкнулись с уникальной властью. Ведь воры у власти были всегда. Возьмите во Франции директория, воровской режим. Но смотрите, что произошло. Эти воры где-то к 1797 году, наворовав, осознали. Теперь надо сохранять наворованные. А как сохранять? Они испугались новой революции. И они привели к власти сознательно Наполеона, человека жесткого, пользовался авторитетом в армии. И они прекрасно знали, что он установит диктатуру и будет восстанавливать государство. То есть они, воры, стали во голове движения, которое перевело к возрождению французского государства. Почему? А потому что им бежать было некуда. Они не могли нигде скрыться. А эти уверены, что скроются и их там примут? Уверены. Эти... Вы подумайте сами. Французское государство возродилось. В 1789 году начались эти революции. В 1801 году она уже возродилась. В 1800 уже Наполеон провел основные реформы. То есть 12 лет. Английское государство. Распад летом 1642 года. Всей власть. Гражданская война. Начало гражданской войны. Весна 1753 года. 11 лет. То же самое прошло. Государство возродилось при Кромвеле. Посмотрите, сколько мы уже. С конца 80-х годов у нас полная государственная анархия. У нас фактически нет государства. У нас... Мы должны вообще мыслить сейчас другими даже категориями, когда вот мы смотрим на окружающую жизнь. То, что мы видим, это не государство. А что это? Это на самом деле конгломерат людей, которые захватили государственную власть и используют ее в своих интересах. Они на самом деле не обладают государственным сознанием. Я приведу один пример. Вот хвалят, что Путин своих не сдает. Позвольте. Путин тем самым доказывает, что он не является государственным деятелем. Ни по мировоззрению, ни фактически. Он не государственный деятель. Он этим мне, кстати, и интересит. Потому что нынешний наш период, вот эта вот катастрофа наша 91-го года, это на самом деле во многом результат появления в нашем обществе, вернее, появления в нашем обществе огромного количества людей активных, не обладающих государственным сознанием, которые ориентированы, прежде всего, на свои личные интересы. И забыли, что государство во многом обеспечивает эти личные интересы. Нет личных интересов, защищенных, без сильного государства. И вот он выразитель этой. Он из этой толпы этих людей вышел. И посмотрите, он кичится тем, что своих не сдает. Но настоящий государственный деятель, он как раз своих сдает в первую очередь. Своих друзей в первую очередь сдает. Если они выступают против государства, нарушают государственные законы. Государственный деятель настоящий только одно не сдает государство. Вот он ради государства всем жертвует. Владимир Алексеевич, и последний вопрос к вам, если можно коротко. Каково, на ваш взгляд, наиболее вероятное развитие событий в России, учитывая некий комплекс исторических законов или юридических законов? Два варианта. Как я в шахматы в свое время играл. Любил мыслить. Привык мыслить вариантами. Нет какого-то одного пути развития. Всегда есть варианты. В любой точке исторической. И перед нами здесь много вариантов. Но два основных я пока отмечу. Значит, первый вариант наиболее вероятный. Распад государства. И, очевидно, в таком, такой вариант вполне, в общем-то, в интересах правящей верхушки. Некому будет, собственно, истребовать из них. Нет государства, нет вопросов. Да, нет ответственности. Как в случае с СССР. Это очень вероятный вариант. Почему? Потому что экономика не имеет перспектив развития. Очевидно, что обнищание не за горами. При падении цен на нефть неизбежно это обнищание. Но даже если цены не упадут на нефть, все равно будет ухудшение положения. Достаточно зайти в магазины, чтобы понять 95% всей продукции иностранного производства. Второй вариант, менее вероятный, но был бы наиболее удачный. Когда протестное движение самоорганизуется, выдвинут из своих рядов действительно настоящих лидеров, которые понимают, собственно, суть момента и куда надо идти. Тогда возникнет команда, и пусть даже несколько команд, которые, пусть они конкурируют между собой, но конкурируют в рамках какой-то общей модели дальнейшего развития, в рамках каких-то общих идей, основываясь на каких-то общих принципах, признавая эти принципы. Тогда, конечно, ситуация сложится совсем по-другому. Неизбежно тогда будет раскол правящей элиты, потому что там достаточно много разумных людей, я многих знаю, которые неизбежно перейдут на сторону народа. И этот вариант был бы для нас самый лучший вариант. Но его надо готовить. Просто так вот сидеть сложа руки, потому что сейчас ситуация такая, что, очевидно, верхы не могут жить по-старому, венезы не хотят жить как прежде, но все-таки выводит из этого противоречия общество всегда команда активных людей, лидеров. Их, к сожалению, у нас нет. Я их не вижу. Спасибо вам большое, Владимир Алексеевич. Будем надеяться на то, что, может быть, новые лидеры сейчас смотрят эту программу и смотрят телеканал Политвестник. Всего вам доброго.